конкретные действия по их восстановлению. Ну вот в Иркутск Владимир Путин прилетел из Пекина. Там президент России участвовал в международном форуме «Один пояс, один путь». Он провел несколько встреч с мировыми лидерами, а по итогам визита ответил на вопросы журналистов. Что же спрашивали, узнал Павел Зарубин. Пресс-конференция Путина по итогам визита в Китай в итоге вылилась в большую пресс-конференцию по всем ключевым темам и новостям последних дней. Полтора десятка вопросов и ответы, которые сразу стали главными для всех информационных лент. Новость, которая пришла утром и которую сразу попросили прокомментировать президента. Возможность продления международных договоренностей о сокращении добычи нефти. Известный оптимизм вселяет в меня то, что главный наш партнер по этому вопросу, а здесь главный партнер, безусловно, Саудовская Аравия, она целиком и полностью выдерживает все договоренности, которые состоялись до этого. Считаю правильным, что решение было принято не на 2-3, там 4 месяца, а именно на 9 месяцев до середины следующего года. Вот это и есть самое главное условие стабильности. Россия будет проходить путь, который она для себя избрала по этому вопросу. Я совсем недавно, ну, здесь секрета нет, но в закрытом режиме встречался с руководителями всех наших крупнейших нефтегазовых компаний с министром энергетики. Мы обсуждаем эту тему и мы такое предложение поддерживаем. Понятно, что такие новости сразу вызывают реакцию нефтяных рынков. Потому сегодня нефть дорожает, рубль укрепляется. Президент Путин отметил, что действия Банка России в отношении курса рубля абсолютно верны. Никаких искусственных действий. То есть фактически рубль стоит столько, сколько и должен. Колебания на мировых рынках, они связаны не только с решением Саудовской Аравии, России, но и с рядом других факторов. А это влияет на экономику нашей стороны пока, во всяком случае, достаточно серьезным образом. И Банк России всегда исходит из того, что если колебания будут какие-то в другую сторону, ему не нужно будет резких движений делать. В целом баланс для нас удовлетворительный и ничего искусственного мы делать не собираемся. Важнейшая международная новость. В последних дней глобальная кибератака. И хотя именно Россия стала одной из основных ее целей, западные СМИ даже здесь пытаются найти некую руку Москвы. Президент заявил, что существенного ущерба Россия атака не нанесла. Но эта ситуация вновь подтверждает, что кибербезопасность – проблема очень непростая. И обсуждать ее нужно очень серьезно на международном уровне. В то время, когда президент России находился здесь, в Китае, стало известно о запуске новой ракеты КНДР. Президент подчеркнул, что Россия категорически против расширения клуба ядерных держав. И рассказал, как ему стало известно о ракетном запуске. Сразу же после пуска министр обороны Российской Федерации доложил мне о том, что происходило. Потом это все было в средствах массовой информации. Комментировать здесь нечего. Непосредственно для нас этот пуск угрозы не представлял. Но это, конечно, провоцирует развитие конфликта. И ничего в этом хорошего нет. В Китае сегодня завершился большой форум «Один пояс, один путь». Китайская экономическая инициатива настолько масштабна, что у президента спросили, не нужно ли опасаться, что в случае успеха этого проекта Россия будет поглощена Китаем. Россия не та страна, которая чего-то боится. И уж точно совершенно действия Китая не направлены на какое-то поглощение. Ведь мы принимаем решения совместно, и мы не принимаем решения, которые идут нам во вред. Мы соглашаемся только с такими предложениями, которые идут нам на пользу. А если это идёт нам на пользу и в развитии нашей экономики, то здесь чужого плохого. Грех не воспользоваться теми возможностями, которые возникают в результате этого сотрудничества. В череде вопросов сегодня вновь была поднята тема скорых президентских выборов. Полгода назад, отвечая на вопрос коллег, будете ли вы участвовать в следующих президентских выборах, вы сказали, что для ответа на этот вопрос должно пройти время. Не прошло ли время? Нет. И, конечно, вся страна накануне обсуждала кадры, как перед встречей с китайским лидером российский президент играл на рояле. Вот какие вопросы в связи с этим возникли у журналистов. Мы вчера видели, как вы играли на рояле. Скажите, пожалуйста, вам как ценителю музыки, не жалко, что Россия не приняла участие в Евровидении? Рояль был расстроен очень сильно. Вот мне ещё жалко. Играть было достаточно сложно. Даже для меня, для человека, который двумя пальцами играет. Я не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнёра. И думал, что если там господин Песков что-то снимает, то это, скорее всего, для личного потребления, для архива. Но они решили это выложить. Но ничего страшного. Думаю, что я вас не подвёл. Что касается Евровидения, то те, кто хотел посмотреть, всегда могли сделать это в интернете. А то, что наши структуры, вовлечённые в этот процесс, отказались принимать участие, думаю, что поступили правильно. Потому что, на мой взгляд, сегодняшняя киевская власть не в состоянии проводить мероприятия подобного рода. Вы сыграли бы московские окна, гимн Ленинграду. А какую мелодию вы наиграли бы перед встречей с Трампом? Не знаю. Мне кажется, сначала нужно с ним встретиться, обсудить и по результатам выбрать мелодию. Большой визит в Китай завершён. И, как стало известно на пресс-конференции, из Пекина президент вылетает в Иркутск. Павел Зарубин, Андрей Мельников, Владимир Озеров, Алиса Романова, Михаил Артюхи, Михаил Емелин и Юрий Лебедев. Вести. Китай. А вот ещё, по мнению Владимира Путина, источник вируса-вымогателя, который поразил... Алиса Романова, Михаил Артюхи, Михаил Артюхи, Михаил Артюхи.